Добрый день, уважаемые участники конференции. Вашему вниманию предлагается доклад на тему «Сравнительный анализ хозяйственно-биологических особенностей крупного рогатого скота, калмыцкой и монгольской пород». Меня зовут Цисиги. Я из Китая. Я являюсь аспирантом Поволжского научно-исследовательского института производства и переработки мясомолочной продукции. Актуальность тем исследований. На сегодняшний день поддержание и дальнейшее развитие мясомолочного скотча в России становится стратегической задачей государственной продовольственной политики. Среди мясных пород крупного рогатого скота в России первое место занимает калмыцкая порода, которая является одной из древних пород. Уникальные качества данной породы скота требуют более глубокого исследования и поиска общих предков породы в местах ее зарождения. Цель и методы данного исследования. Согласно прогнозам ООН, к 2026 году население планеты должно увеличить потребление мясных продуктов, прежде всего говядины. На слайде представлена статистика по производству крупного рогатого скота на обои в живом лесе в России. На следующем слайде показаны объемы производства говядины и телятины в мире в 2018 году по данным ТОП-10 стран. Оцетку статистики производства говядины и телятины в странах мира по итогам 2018 года демонстрирует лидерство США. На слайде показана структуру потребления разных сортов мяса из некоторых стран и странах мира. Из числа мировых производителей говядины, лидером потребления мяса населения является Аргентина, США, Бразилия, Австриалия. На этом слайде показан объем рынка мяса и душевое потребление мясных продуктов России. Сегодня больше всего россияне потребляют свинину и мясо птицы. По итогам 2018 года говядина находится на третьем месте. Калмыцкая порода крупного рогатого скота. Всем известно, что калмыцкая порода одна из древних отечественных мясных пород России. По своим уникальным хозяйственно-биологическим качествам калмыцкая порода крупного рогатого скота занимает первое место среди мясных пород в России. В южных регионах России животные находятся на круглогоречном пастбищном выпасе, что обеспечивает производство экологически чистого мясного сырья и получение популярного сегодня органического мяса. Животные очень выносливы и устойчивы к заболеваниям, обладают высокой мясной продуктивностью и плодовитостью. Непонятно происхождение данного скота. Но по историческим справкам родоначальником данной породы является монгольская порода скота, которая сегодня содержится на территории Мангол-Монгольского автономного округа Синьцзян, Китай. Монгольская порода крупного рогатого скота В Китае с 70-х годов прошлого века как коровы монгольской породы использовались для скрещивания с местными породами, чтобы улучшить их продуктивность. Такие как Санхэ, красностепенная порода внутренней Монголии и так далее. Данную породу сегодня в Китае сохраняют и защищают как превосходный ресурс для разведения в пастбищных районах Китая. На этом слайде посмотрим сравнительные картинки между калмыцкой и монгольской породой. Оцетка внешних признаков сравниваемых пород показывает, что животные калмыцкая и монгольская селекции внешне довольно схожи. Они имеют аналитичный окрас по типу, телосложение их характеризует крепкая конституция тела, особенно гучков. Обе породы крупного рогатого скота имеют весную направленность, обладают хорошим качеством мяса, охотно поедают грубые корма, устойчивые к холоду и болезням, быстро адаптируются к суровым условиям окружающей среды. На этом слайде представлены сравнительные характеристики померов некоторых показателей по животным исследуемых пород. Для сравнения были отобраны группы бычков и келек в возрасте 16-15-16 месяцев. Нам и проверено сравнительное изучение продуктивных качеств двух пород. По данным показателям, показатели обе породы считают достаточно высокого выхода сырья, однако монгольская порода несколько уступает калмыцкой. Продуктивным качествам породы довольно схожи. Процент выхода мяса и молочно-продуктивность сравниваемых пород примерно одинаков. На слайде показаны результаты лабораторных исследований свидетельствуют, что содержание жира и белка в образцах говядины, полученной от животных исследуемых пород, имеют незначительные отличия. На основании этого можно сделать вывод о том, что у бычков монгольской породы в период выращивания отмечается меньшая интенсивность жироотложения, чем у сверстников калмыцкой породы. Что можно объяснить некоторой поздней спелостью животных монгольской породы. На следующем слайде показана биологическая ценность и физико-химические показатели длиннейшей мышцы спины подопытных пучков. Энергетическая ценность мяса. По результатам оценки энергетической ценности образцов говядины с учетом выхода мякоти от туши, выявлено первосходство с бычков калмыцкой породы над сверстником монгольской. Вследствие меньшей аккумуляции жира в туши бычков монгольской породы к 15-месячному возрасту, энергетическая ценность их мяса была ниже на 16%. Результаты нашего исследования авторами проведена сравнительная оценка хозяйственно-биологических характеристик крупного рогатого скота калмыцкой и монгольской породы, разводимых на территории юга России в Байбол-Монгольском автономном округе Китая. Проведенный анализ двух пород оказывает их схожесть и общее происхождение, внешние характеристики животных, мясная и молочная продуктивность, репродуктивная способность оказывает родство между данными породами. Уникальные свойства двух пород крупного рогатого скота, разделенного между собой тысячами километров и сотнями лет, были сохранены благодаря высоким адаптационным способностям этих пород. К концу моего доклада вместе посмотрим короткое видео исследуемых пород. Продолжение следует... Продолжение следует...